Всем привет! Продолжаю тематику мобильных игр и универсальных геймпадов для ваших смартфонов. После весьма занимательного раскладного GameSir X2 Bluetooth, я обратил внимание и на еще более компактное решение от Flydigy. V2T, который является развитием V2, и по сути отличается от него только наличием встроенного гироскопа, который, конечно же, можно применять и в играх. Ну а теперь подробней, поехали! И несмотря на то, что геймпад в общем-то понравился, в этом видео он получит больше замечаний, чем вся обозретая мной ранее продукция Flydigy вместе взятая. Наверное, я слишком сильно придираю их столь компактному девайсу, встроенным гироскопом, за довольно скромный ценник, даже в официальном магазине в России с гарантией, без всяких алиэкспрессов. И кстати, дорогой зритель, непропустимый обзор на игровую беспроводную Bluetooth гарнитуру от этого же бренда с минимальной задержкой звука. Это действительно крутая вещь. Ну а теперь по порядку про геймпад. Выглядит V2T симпатично, этого у него не отнять. Прозрачные кнопки, ладный дизайн и весьма компактные размеры с низким весом. На каждой из половинок есть и порты слева USB Type-A, а справа microUSB для зарядки. Но на мой взгляд, отсутствие в комплекте хоть какого-нибудь чехла довольно большой минус. Как, впрочем, и тот факт, что в коробку не доложили и специального адаптера для подключения мыши и клавиатуры. И да, вы не ослышались, что оригинальные V2, что обновленные V2T могут служить конвертером для передачи команд с клавиатурой и мыши, а маппингом кнопок и движений, как обычно, занимается фирменная утилита Flydigy Game Center. Почему же я делаю на этом акцент? Да просто потому, что у старой модели переходник есть в комплекте, и это четко прописано в инструкции. А в обновленной версии об этой возможности лишь можно догадаться по паре строк из инструкции. Раздвижной механизм намного сложнее, чем у упомянутого ранее Gamesir X2. Как вы понимаете, жесткость конструкции невысокая. Как и любое подобное решение, монолитным она ощущается только в связке со смартфоном, и то с известной долей иронией, ведь все элементы механизма не фиксируются на своих положениях. И у меня сразу возникли определенные подозрения, что надежность такой конструкции невысокая, и это частично подтвердилось отзывом одного использователя на 4PDA. Да, шлейф, соединяющий две половинки, просто перетирается самим же механизмом. Ну а Amazon, которому я в плане пользовательских отзывов доверяю больше всего, демонстрирует довольно смешанные отзывы, связанные именно с качеством устройства. Но я буду рассказывать только о своем опыте использования. Компактные размеры — это хорошо. Однако они же накладывают ограничения на поддерживаемые смартфоны из-за их габаритов. Например, по высоте это от 75 до 165 мм, или же, как заявляет производитель, смартфон с диагональю экрана до 6,3 дюймов. Правда, ради скажу, что тот же недавно протестированный Realme 8 с не самыми тонкими рамками и диагональю экраном 6,4 уместился без каких-либо проблем. Но учитывая размеры современных аппаратов, большая часть которых имеет размер экрана от 6,6 дюймов, геймпад остается неудел. Прямо-таки слышу клик закрывающейся вкладки моего зрителя. Надо было оставить этот минус на самый конец. Ну да ладно. Но, между прочим, монструозный Galaxy Fold 3 как будто создан для подобного рода устройств. В обычный держатель для смартфонов он же не влезет, а тут как родной. Если вы могли подумать, что я закончил с критикой, то нет. Стики. Самое главное в геймпадах — это всегда стики. В них кроется чуть ли не половина успеха, ну или провала. И тут они, прямо скажем, далеки от идеала. Во-первых, их ход очень небольшой, и дозировать угол поворота или усилия очень сложно. О точном прицеливании, как на больших геймпадах, придется забыть. Вероятно, могли бы выручить комплектные насадки, увеличивающие в размерах стики. Но вы, наверное, уже догадались и сами, что в комплекте их нет. Но, во-вторых, нажатия на стик в виде кнопок L3 и R3 нет. Да, их заменяют дополнительные кнопки C и Z в классическом режиме подключения. Но мне ли вам говорить, что выращенным на PlayStation или Xbox игрокам будет, прямо скажем, дискомфортно переучиваться? Ну и скорее констатация факта, нежели придирка. Кнопки RT и LT, или же, как их еще называют, R2 и L2 — цифровые. То есть работают, как обычные кнопки, и не имеют дозированного хода. Я не вижу в этом проблемы, так как данный форм-фактор не обязывает к этому, если честно. А вот работа остальных кнопок, как и крестовины, мне понравилась. Причем крестовина буквально переносит в ламповые времена Super Nintendo. И мы наконец-то подошли к самому главному — к играм. Как и все геймпады Flydigy, V2T имеет два режима работы — native, или классический режим, в котором гаджет подключается как типичный контроллер и работает лишь в играх и приложениях с официальной поддержкой геймпадов. И наконец режим Flash Play, где программное обеспечение эмулирует нажатие на экран и позволяет назначать, или как же принято говорить, мапить физическую кнопку гаджета на место сенсорного экрана, что соответственно позволяет играть с геймпадом даже в те игры, которые в принципе этого делать не умеют. С первым все просто, но ограничения в виде коротких стиков все так же мешают играть шутеры, а из-за цифровых триггеров вход вам воспрещен и в сим-рейсинге. Хотя давайте честно, таковых на мобильной ОС почти и нет, поэтому и недостатком это можно назвать с натяжкой. Хотя я все же придумал, где ими можно было бы воспользоваться. В этом же native режиме геймпад будет работать и с приложением Xbox, который умеет принимать стрим с вашей консоли. Аналогичная функция есть и у Sony, и понятное дело, не надо забывать и о Steam. Хоп, и внезапно список игр на твоем смартфоне увеличился в несколько раз. Но в том же метро, конечно, так поиграть не получится, ведь требуется стабильное и быстрое интернет-соединение. Заканчивая с native режимом, он идеально подходит для эмуляторов старых консолей. Там и требования к точности стиков были поменьше, а у таких старожилов, как Super Nintendo, и вовсе была только крестовина. SNES, PSP и многочисленные эмуляторы PlayStation 1 – лишь вершина айсберга возможностей этого геймпада. Конечно, не забуду я быстро рассказать и про FlashPlay. Для этого в приложение Flydigy Game Center необходимо добавить игру, выбрать режим геймпада, с которым она будет работать, и запустить ее именно отсюда. Далее, следуя простым инструкциям приложения, перетаскиваем на экран кнопки геймпада на нужные места, сохраняем конфигурацию и начинаем играть. Все настройки можно сохранять и в облако, для этого достаточно зарегистрироваться и вручную отправлять созданные конфигурации. Таким образом, при смене смартфона вам не придется делать все с нуля. Проверяю я этот режим традиционно в PUBG и Call of Duty Mobile. Даже GameSir X2 был уже на грани комфортной игры после полноценных геймпадов от Sony или Microsoft, а тем более после Flydigy Apex первого и второго поколений. В V2T очень короткие стики с крайне малым ходом, которые не позволяют получить преимущество над противником, так как прицеливание сильно осложнено. Конечно, адаптация поможет, но я перепробовал довольно большое количество решений на рынке и могу смело утверждать, что V2T не лучшее решение для шутеров. Тем более во FHP-режиме, который все же накладывает на себя отпечаток эмуляции нажатия на экран. Конечно, не стоит забывать и о наличии гироскопа, который в тех же играх позволяет при прицеливании задействовать и движение самого геймпада в пространстве. Таким образом, компенсируя многострадальные стики. Но, естественно, подобное требует определенной сноровки и привычки. Я же как-то привык играть по старинке, откровенно говоря. Хотя в комментариях под видео с Flydigy Vader 2 были весьма лестные отзывы о работе этой функции. И ведь, казалось бы, все названные минусы ранее могли бы быть игнорированы, если бы к порту USB Type-A можно было бы подключить мыши к клавиатуру напрямую или при помощи хаба, включая секретный третий режим V2T. Но нет, для этого требуется отдельно купить аксессуар стоимостью около 1000 рублей. Причем, когда я в сотый раз перетыкал донгл от комплекта Logitech, мышь плюс клава, я успел увидеть в настройках, как геймпад распознал хотя бы одно из подключенных устройств. Но программное обеспечение быстро одумалось и вернулось к ранее выставленному режиму работы. Совершенно очевидно, что ограничение это более чем программное. Можно было бы списать на то, что геймпад не может подпитывать проводные устройства. Но с донглом на 2,4 Гц точно уж можно справиться, верно? Кстати, этот порт позволяет напрямую подключиться к смартфону для активации флешплея режима на телефонах с тем же Mediatek. Хотя, как показывает практика, современные аппараты на этих процессорах и вовсе дружат с программным обеспечением FIDG, ничем не уступая в этом Qualcomm. Простой пример, недавно протестированный Realme 8 на Mediatek G95. Ну и последнее, что осталось обсудить, это автономность. Вот к ней претензий нет от слова совсем. Производителям заявлено до 80 часов работы. Сколько по факту сказать сложно, так как садится гаджет действительно очень медленно. И в моем режиме явно может проработать и недели две, если не месяц. В фирменном приложении FIDG Game Center можно и отслеживать уровень зарядки. Давайте подведем итоги. Честно говоря, после всех протестированных гаджетов о FIDG я ожидал от V2T много большего, как в плане качества, так и его возможностей. Да и весьма жесткие ограничения по размеру устанавливаемых смартфонов не могут быть плюсом. Нет, гаджет неплох. И в целом, учитывая не столь высокую цену, даже на официальном сайте в России, может быть хорошим выбором для тех, кто ищет максимально компактное устройство или контроллер для эмуляторов. Но просто могло быть лучше, особенно если в комплекте был фирменный хабчик для подключения мыши и клавиатуры, превращающий в гаджет полноценный конвертер. Но с другой стороны, за 3500 рублей это все еще неплохой вариант, просто не идеальный. Ну а на этом у меня все, подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.